И это у нас Кривоклык. Я вообще фанатка всех драконов, поэтому Кривоклыку я тоже очень рада, потому что я обожаю его. Я в детстве, по-моему, самый любимый дракон. После Безубика, конечно. Я очень рада, что появились, наконец, появились такие игрушки, каплючи дракона. Тут написано How to Train Your Dragon, The Hidden World. Это по-английски звучит такое название. Если вы мне будете писать в комментариях, типа, где ты это купила, то я, честно, не знаю, мне подарила эта подруга. Но, конечно, я у нее, если узнаю, то могу написать, в принципе. Так, давайте сначала рассмотрим в коробке нашего Кривоклыка. Как я уже поняла, то он будет двигать крыльями, так вот вот перед головой и лапами, если не ошибаюсь. Оформлен он красиво. Крылья у него вот такие вот подогнутые. В упаковке он держится с помощью вот такой штуки. Так, здесь у нас Безубик, как раз из Скорта Мира, такой весь синий. Написано How to Train Your Dragon, The Hidden World, что неудивительно. Тут Икинг с Безубиком. Прикольный мяско. На обратной стороне у нас показаны вот такой портрет, так скажем, его изображение нашего Кривоклыка. Вообще, его зовут Хукфанг, но это по-английски, вот это класс Качкары. Качкары, вы что знаете, я все знаю. Так, вот тут представлены драконы из этой коллекции. Это Stormfly, Грангильда, Безубик, Хукфанг. Это у нас Кривоклык. Ну, тут всякая информация, что 3+, типа детям 3 года, плюс 3 года. Там все-таки знаки, там ценники, все эти штучки. Ну, мне нравится, скажу вам, очень красиво оформлена вот эта упаковочка. Тут даже символ, так сказать, голуха вроде, я не помню. Вообще, это разящий символ, я скажу. Я, честно, уже не помню. Ну, Безубик, конечно же, символ Дримворкс, Аутер Дженни Дженган и Спинмастер. Интересно, интересно. Коробка выполнена в стиле скрытого мира. То есть, такие коралловые, такой, ну, это кораллы, не знаю, что там у них. Такое все фиолетовое, голубое, все такое розненькое. Короче, все мои любимые цвета. Ну, давайте теперь перейдем к самому нашему любимому Кривакуйку. Что ж, давайте его рассмотрим. Выглядит он, как и полагается, то есть, ничего лишнего или, наоборот, недостающего я не вижу. То есть, все так, как и должно быть у нашего Кривакуйка. За исключением одного, мне кажется, что у этих драконов и не должно быть сегодняшнего, так как все же они же уйдут в свой скрытый мир. Поэтому, эх, мы не дождемся сегодняшнего от них. Жалко. Ну, как я вам говорю, что я хочу подобрести себе Зубика по поводу Мирогили. Я не знаю, потому что меня все же немножко смущает ее выражение лица. Ну, если их будет без Зубика, я, может быть, его куплю. Ну, что ж, давайте его уже распакуем и смотрим, что он у нас умеет делать. Вот тут ничего не написано, то есть, инструкция может там, хотя я ее вообще не вижу. Ладно, давайте ее распакуем. Вот, я ножницы мне надлезала, надеюсь, получится его. Да, 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 есть, нет, 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 коробка, не смей, нет, 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 коробка, жадина. Чего ты, коробка, дай мне его. Так, коробочка его, не стильщем ее оставим. Вау, вау. У меня просто такое ощущение, это моя первая игрушка, каплючи дракона, скрытый мир. О, господи. Вау. Господи, крылышки его, мамочки. Ого. Вау. Он стоит, он стоит. Ого. Вот так может достать. Вау, круто. Так, давайте его рассмотрим поближе, давайте поближе. Вот рассмотрим так. Значит, давайте я вам расскажу про его способности. Он умеет вот так вот вертеть головой. То есть, такой хуй, хуй, туда, посмотри сюда. Во-первых, посмотрим его хвост. Он, ну, как и обычно, полагается к реклыку. Такой мягкий. Вот так вот можно делать, но лучше не надо, а то есть вероятность, что его можно сломать. Так, это такая как, я даже не знаю, что это такое. Резина, да, скорее всего резинка такая мягкая, вот это хвост, вот этот гребешочек вот такой. И вот эти рожки, это тоже, это все резина. Глаза, это твердая резина. Это тоже резина, ротик у него. Ну, ротик можно вот так вот, вот так вот нажимать, так скажем, но ничего не будет. Значит, лапы у него подвижны. Они вот так вот двигаются, хорошо двигаются. Лапы можно вот его поставить, точнее, в такой позе. Можно его поставить вот так вот, смотрите, чтобы он такой, типа, водичку пьем, водичку. Ну, вообще прикольно, прикольно, да. Что еще хотела вам сказать, а это просто про драконов, что у меня будет теперь выходить просто цикл капульчика дракона. Просто много прям, вау, вау прям. Ладно, давайте уже еще посмотрим. Так, значит, его крылья, давайте перейдем к крыльям, это самая просто его деталь. Он умеет именно ими вот так вот махать, то есть, вот допустим, что вот это вот, когда он летит, летит. А когда он присел, то есть, он прилетел, давайте, допустим, так, он может вот так вот прям вот на них, так скажем, стоять. Знаете, как дракон, они вот так, типа, крылья делают, когда отдыхают там, может делать вот так вот крыльушки. Сейчас только ногу вам поправим вот так, вот так крыльушки. Вообще, очень прикольно, мне нравятся вот эти вот штучки, мне они всегда очень нравились в мульчике, как он ими там по скалам всяким лазил. Это очень помню. Вообще, это очень-очень хорошо, прям сделано, качественно видно. Пузико такое должно быть беленькое. Здесь он у нас, так скажем, не издает никаких звуков, отлично, как я слышала, в отличие от Безубика, вроде Безубик из этой коллекции, я не уверена, вроде он издает звуки, и у него, говорит, спина. Знаете, как в второй части у него такая спина там, у него вот эти шипы, они раздвоились, и они были голубого цвета. Ну, когда он вожака побеждал. Ну, ладно, давайте сейчас к новоколку придем. Значит, зубы у него покрашены белые, качественно сделаны, и внутри можно приглядеться, увидеть язычок. Глаза покрашены желтый цвет, вот глаза, видите, желтый цвет, как и надо. У него красненький носик, красненькое тело, и черные штучки, прям как мультики, они такие черненькие, ну, вот такого вот цвета, вот такие пятушки. Вот, придем к хвосту, хвост. Хвост у него тоже такой черненький, такой черненький, коричненький, это смесь, наверное, красного-коричневого с черным. Вот такой красивый, здесь у нас от пузика, от рта до пуза, вот так вот идет, 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 очень, очень качественно сделана вот белая полосочка. Ну, это как у кошек бывает таких, с белым пузиком. Так, значит, крылья у него с этой стороны красные, красные, а здесь они у него красные, с такими пятнышками, как у него должны быть мультики. На спине тоже хребет, как я говорила, все совпадает. Значит, перейдем к его лапам. Лапы, четыре лапки таких, коготочка, коготочки, я хотела сказать, пальцы, у них нет пальца, что у коготочки. Лапки красные, вот так, так. Значит, у него еще есть тут вот такие вот зацепочки, такие, знаете, даже не знаю, как шипчики, наверное, такие маленькие. И все очень качественно проделано, то есть у него даже вот глядится вот такая чешуйка, чешуйка, самая настоящая чешуйка, прямо реально говорю. Она очень хорошая. Здесь сделаны такие полоски, это как рельефы, типа настоящий такой. Вообще, я вам скажу, что клевоколка вообще крутой, прямо вот. Давайте попробуем, например, сделать вот так вот, там, крыло, допустим, так вот. Знаешь, драконь, они уже вот так вот чешутся, так, чеш-чеш-чеш-чеш, почесали. Ну, голова, как я сейчас попробую, может, у него, вроде, у него голова должна кружиться на все, короче, вокруг самого себя. Да, сейчас. Да, она вот так вот крутится, да. Смотрите, вот так-так-так-так-так-так. И давай аккуратно-аккуратно. Сейчас, сейчас, обратно-соро, идем обратно-обратно. Ну, короче, она у него кружится, это я вам точно говорю. Сейчас, крылышка-крылышка, давай. Ну, короче, у него все очень подвижно, особенно крылья, крылья вот это, прямо, смотрите, они вот так вот, так вот, так вот, так вот, просто красавица, 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 в общем. Лапа, как я говорила, он может, типа, типа, он лежит, вот, о, спим, спим, все, баю-баюшки, баю-баю. Может, как будто вот он стоит в обычной позе, крылья-крылышк, вот так вот давайте, вот так, лапа, вот так стоит, стоит. Можно делать, как будто вот он, прямо, вот, как я говорила, пьет воду, вот так вот, кородиодз, не знаю, воду пьет, вот так вот. Крылья верх, можно вниз опустить, по-любому, голову сюда-сюда можно. Вообще игрушка крутая, мне она очень нравится, я вам, всем, ребята, советую, прикольный крылья-крылышк, мне понравился. К качеству у меня Как бы никаких зацепок нет Качество шикарное Игрушка, скажу, для детей Очень хорошая Мне кажется, долговечная Если ее, конечно, правильно использовать И правильно играть Механизмы хорошие Крылья нормально двигаются Голова шикарно двигается Но лучше вот так вот не делать А то сломаете просто Если вот так вот закрыли Просто можете резко сделать И она может сломаться Поэтому, ну, игрушка, я скажу, хорошая Качество Вот качество, вот я вообще прям Третья часть по качеству Мне кажется, самая лучшая Потому что, ну, вот, посмотрите Ну, блин Вообще качество супер-супер-супер-супер Лапы-лапы Вообще прям шикарно-шикарно-шикарно Механизмы, как я говорю, двигаются Все очень хорошо В принципе, даже очень безопасно Мелких деталей таких, чтобы, например, ребенок Не знаю, там, не дай бог их потерял Нету, это мне тоже радует Не, конечно, люблю, когда там с пульками Какими-нибудь всякими Это интересно Просто вот захочешь взять ее куда-то Поехать с ней Конечно, можешь аккуратно ее положить В коробочку или куда-то еще То есть ничего не потеряется Голова не оторвется точно Очень хорошая мне Она очень нравится Надеюсь, вам, ребята, она тоже нравится Ну, как я говорю, она шла вот в этой коробочке Если что, напоминаю Все так вот положим ее в нашу коробочку Вообще очень-очень хорошая Прикольная И если вам, ребята, тоже она понравилась И если вы хотите, чтобы я еще делала обзоры На вот таких вот шикарненьких драконов Когда они у меня появятся То ставьте лайк И подписывайтесь на мой канал И всем пока Пока-пока